Здравствуйте! В эфире канала России итоговая информационная программа «События недели». На этой неделе в Москве глава Карачаева Черкесии Рашид Немрезов встретился с генеральным директором компании Фонд развития территорий Константином Цицыным. Главная тема модернизации ЖКХ и развития строительной отрасли региона. Республика находится в числе субъектов страны, которые в 2020 году в полном объеме завершили программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Жилищные условия улучшили 172 человека. Сейчас стартовал следующий этап программы. До 31 декабря 2021 года в Карачаево-Черкесии выявлено 40 аварийных многоквартирных домов, где проживают более тысячи человек. В ходе встречи обсудили вопросы модернизации реконструкции систем и объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих высокую степень износа. В общественной палате Карачаева-Черкесии состоялся круглый стол на тему «Выборы 2022. Роль экспертного сопровождения общественного контроля» с участием члена Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода, а также экспертов, представителей общественных организаций и СМИ. Александр Брод отметил, что за последние четыре года, цитирую, «общественники республики продвинулись вперед, идет ответственная подготовка наблюдателей. Кроме того, активно проявляет себя экспертный электоральный пул на выборах президента и выборах в Госдуму. Выборы проходили открыто, честно, прозрачно». Присутствующие обсудили предстоящие выборы в городские собрания Черкесска, Карачаевска и местного самоуправления. «Как раз на выборах гражданское общество проявляет свою активность тем, что участвует в этих выборах, как избиратели и как именно общественные контролеры добиваются того, чтобы партии, кандидаты соблюдали законодательные, этические нормы, чтобы четко работали члены комиссии, чтобы грамотно давать оценку информационным потокам. Мы ведь знаем, что за последние годы очень много недостоверной, так называемой фейковой информации. Кто-то пытается дискредитировать избирательные комиссии, институт общественного наблюдения. Поэтому как раз общественники должны проверять информацию». «На мой взгляд, вот такой формат участия именно представителей гражданского общества в наблюдении является надежной гарантией прозрачности выборов». На минувшей неделе в республику прибыли заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшкина и директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Инна Дадаян. Они посетили Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в Карачаево-Черкесии, а также Центр молодежного инновационного творчества «Черкеска» и ознакомились с их деятельностью. Подробнее Алихан Лепшоков. Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в Карачаево-Черкесии является тем местом, куда могут обратиться представители бизнеса, чтобы получить необходимую консультацию. Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова и директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Инна Дадаян ознакомились с работой сотрудников Центра. В уководстве Центра подробнее рассказали о оказываемых услугах представителям бизнеса. «К первого полугодия работы, то базовая инфраструктура – это, конечно же, гарантийные фонды и микрофинансовые, государственные микрофинансовые организации, которые представлены во всех центрах «Мой бизнес» и город Черкесск не исключение в этом плане. Ну вот итоги первого полугодия по гарантиям, да, это гарантии, которые финансируются за счет федерального и регионального бюджета, порядка 25 гарантий на сумму 55 миллионов рублей и в совокупности это позволило привлечь кредитные ресурсы на сумму 130 миллионов рублей». Помимо этого гости, председатель правительства Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов посетили Центр молодежного инновационного творчества республиканской столицы. Данная площадка открывает возможности для молодежи Черкеска получить практические навыки по 3D-моделированию, робототехнике и программированию. «Находим 3D-модели, всячески проводим над ними разные манипуляции, увеличиваем размер, уставляем плотные заполнения, ну то есть разные вещи, нужные для печати. И потом все это просто загружаем в принтеры. Собственно, как оказывается, 3D-печать это абсолютно несложно». Нам очень важно, чтобы дети с пользой проводили время, приобщаясь к творчеству и осваивая новые профессии, отметил председатель правительства Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов. «Сегодня посетили 3D-моделирование, 3D-печать. Это на сегодняшний день один из востребованных направлений, как и в промышленности, как и в жизни, и в робототехнике. Я думаю, это позволит обучить наших детей новым технологиям для того, чтобы оно внедрялось у нас в республики». Также представители центра «Мой бизнес» рассказали гостям о том, какие сферы бизнеса активно развиваются в республике. Олег Халипшоков, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия. Секретарь Карачаева-Черкесского регионального отделения партии «Единая Россия», спикер парламента республики Александр Иванов награжден Орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Государственную награду вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Отметим, что Орденом Дружбы награждаются граждане России и других государств за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, деятельность по сближению и взаимобогащению культур нации и народности, а также за вклад в социально-экономическое развитие страны и ее регионов, многолетнюю профессиональную добросовестную работу и иные заслуги. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил Александра Иванова с высокой наградой и отметил, что он человек-созидатель, патриот, искренне преданный Родной Республике и своей стране. Сейчас реклама, после продолжим. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. С 18 июня в Кисловодском цирке спектакль «Клоун» 2, 96, 58, категория 0+. Специализированный учебный научный центр СКФУ – это школа будущего для талантливых старшеклассников. Бесплатное обучение, шестиразовое питание, а также большие возможности для реализации научного потенциала. Начни строй свое будущее. Обществу с ограниченной ответственностью в Ултам требуются операторы оборудования, электромонтеры, прессовщики, подавальщики. В Карачаево-Черкесском онкологическом диспансере состоит на учете 330 жителей региона больных колоректальным раком. Коварство рака в том, что поначалу опухоль в толстой или прямой кишке у большинства людей не вызывает никаких симптомов. Выявление колоректального рака на начальных стадиях существенно облегчает лечение, сохраняет жизнь и здоровье. Для людей старше 40 лет в программу диспансеризации включены специальные методы исследования, которые выявляют рак на ранней стадии, а также полипы, являющиеся предраковым заболеванием. Без налогов нет государства. Именно от налогов зависит вся жизнедеятельность страны. Качество исполнения обязанностей государства, в том числе перед своими гражданами, напрямую зависит от своевременно уплаченных нами налогов. Сделать свой вклад в развитие страны просто. Начни с уплаты налогов. По поручению президента России Владимира Путина Карачаева-Черкесию посетил эксперт комиссии по делам инвалидов при президенте России Александр Изьянов. Целью визита является изучение эффективности реабилитации в связи с проводимой спецоперацией на Украине, а также подготовка предложений по формированию и проведению государственной политики в отношении инвалидов, определение способов, форм и этапов ее реализации. По словам Александра Даниловича, после посещения регионов будут подготовлены предложения по выработке основных направлений совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере предоставления инвалидам возможности в реализации конституционных прав и свобод, их социального обеспечения и установления мер государственной поддержки. Вопросы реабилитации и вопросы поиска непосредственно у вас, республики, места под реабилитационный центр или на базе какого-то медицинского учреждения или, может быть, реабилитационного центра, для того, чтобы был специализированный центр, где они проходят реабилитацию. Потому что, понимаете, реабилитация и абилитация, возвращение ребят в социум, в социальное общество, чтобы они вернулись к жизни, это очень многое значит. Когда люди увидят, что государство заботится об инвалидах, о тех, которые потеряли часть здоровья в этих боевых действиях, и не только инвалидам, но и участникам боевых действий, то тогда все поймут, что можно и нужно идти защищать наше отечество. В первую очередь на местах будут психологи работать с теми ребятами, которые возвращаются, потому что это наиболее важная задача сейчас непосредственно. Потому что и после Афганистана, вот я вернулся из Афганистана непосредственно, то же самое был афганский синдром у всех ребят, которые вернулись из Афганистана. Сколько единиц гражданского оружия в руках у населения республики? Какие новшества в законе? А сколько единиц оружия можно оформить в одни руки? В нашей постоянной рубрике «Гость программы» предлагаем вашему вниманию ответы на эти и другие вопросы в интервью начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии, полковника полиции Эдуарда Чумаева. Добрый день, Эдуард Ансарович. Первый вопрос о законодательных нововведениях. Вот какие произошли за последнее время изменения и дополнения в закон об оружии? С 29 июня текущего года вступил ряд изменений в законодательстве об оружии. В частности, хотелось бы сказать, что увеличен возраст, с которого гражданин может владеть оружием. То есть ранее было 18 лет приобретения гладкоствольного и длинноствольного оружия. С 29 июня – это уже 21 год. Ранее такая норма уже действовала в отношении лиц, желающих приобрести огнестрельное оружие ограниченного поражения, как в народе говорят, травматы. Кроме того, принято ряд ограничений, при которых граждане имеют право приобретать оружие. Это первое – наличие административных правонарушений, предусматривающие в виде наказания административный арест. Кроме того, не могут стать владельцами оружия граждане, которые были осуждены за совершение преступлений в сфере оборота оружия. Также не могут стать владельцами оружия, имеющие два и более судимостей – завершение любых преступлений, как умышленных, так и неумышленных. Кроме того, была норма, то есть владельцам оружия не мог стать гражданин, совершивших преступление умышленное, тяжкое, особое тяжкое с применением оружия. Теперь это понижено до средней тяжести, то есть средней тяжести, тяжкое, особое тяжкое преступление, если гражданин совершил с применением оружия, он не может, то есть по жизни получать эти разрешения. А сколько всего единиц оружия на сегодняшний день находится в легальном пользовании у граждан Горачаева-Черкесии? На сегодняшний день около 31 тысячи единиц различных видов находятся в пользовании у населения республики. В целом, какую тенденцию вы наблюдаете, выросли количество владельцев оружия в нашей республике за последние годы? За последние годы рост количества владельцев оружия резко замедлился, то есть так и количество оружия ранее, но более высокими темпами росло. Менее одного процента рост составляет в течение года. Это связано прежде всего с тем, что существует много ограничений, то есть на приобретение оружия. Несложность, как некоторые говорят, имеют право получать те, кто имеют право его получить. Процедура для них сохранена, то есть обращение, иметь соответствующие медицинские заключения. Если он приобретает оружие для охоты, он должен иметь соответствующий документ, то есть охотничий билет, пройти соответствующую подготовку и проверку зданий безопасного обращения с оружием. А вот ограничения, при которых не выдается оружие, оно выросло. Кроме того, хотелось бы сказать то, что наша работа основная заключается в том, что выявление лиц, у которых возникли обстоятельства, исключающие дальнейшее владение оружием. То есть он являлся владельцем оружия, но исключается дальнейшее его владение оружием. То есть он совершил повторно в течение года, например, административное правонарушение, подсчитывающее на общественный порядок, порядок управления. Совершил административное правонарушение, связанное с незаконным оборотом наркотических, то есть немедицинское употребление наркотических веществ. То есть одно административное правонарушение в этой области дает право аннулировать ранее выданные лицензии либо разрешения. Какой вид разрешений на оружие наиболее востребованным у наших земляков? Ну, на сегодняшний день наиболее востребованным было и остается это приобретение охотничьего гладкоствольного длинноствольного оружия. Его количество, вот я сказал, около 31 тысячи, почти 18 тысяч из них это гладкоствольные длинноствольные охотничьи оружия. В одном из интервью руководитель Росгвардии Виктор Золотов высказал идею, что электронный оборот оружия не за горами. Возможно ли, что в ближайшее время бумажные лицензии будут заменены на электронные? Работа в данном направлении ведется, чтобы вы понимали, все, что касается оборота оружия, находится в федеральном введении. То есть на региональном уровне нормативно-правовые акты в области оборота оружия не принимаются. Это федеральное введение, но вместе с тем на федеральном уровне ведется работа в данном направлении. То есть планируется введение электронных карточек владельцев оружия. Я думаю, этот вопрос не за горами. При благоприятном истечении обстоятельств в 2024 году они будут уже находиться в обороте. То есть это будет какое-то время, когда будет все это пробироваться, проверяться. И одновременно будут и электронные документы, и, как нам уже более привычно, на бумажном носителе. А как вы относитесь к идее увеличения количества разрешенных к владению единиц оружия с 5 до 10? Ну и в целом, сколько единиц оружия можно зарегистрировать, так сказать, в одни руки? Отношение мне более чем как бы понятно. И то, что количество сейчас разрешенное, количество владений единиц оружия, тут, например, огнестрельное оружие ограниченного поражения ограничено двумя единицами. То есть гражданин имеет только 2 единицы. Если говорить о гладкоствольном, длинноствольном и охотничьем оружии с нарезным стволом, оно на сегодняшний день по 5 единиц. Но с 25 августа текущего года вступят в силу очередные изменения в законодательстве, где позволят, то есть общее количество 10 единиц, то есть 9 гладкоствольного, одно нарезное или 6 нарезных, 4 гладкоствольного. Мне кажется, вот эта норма позитивно скажется на потребности граждан. И большее количество для занятия именно охотой, спортом, самообороны достаточно. А если говорить уже о других цифрах, то есть более этого количества, есть правило, то есть гражданин может получить лицензию на коллекционирование и коллекционировать оружие. То есть единственное, здесь уже гражданин не получает права ношения его. То есть он может его коллекционировать. А возможно ли зарегистрировать оружие после его покупки так, как регистрирует автотранспорт, то есть в любом регионе страны? Никак нет. На сегодняшний день заявления, обращения граждан по вопросам получения лицензии разрешений на оружие только по месту жительства. Подскажите, пожалуйста, можно ли подарить свое ружье другому человеку? Подарить возможно. Так как оружие является предметом, ограниченным в обороте, существуют свои правила. То есть тот гражданин, которому вы хотите подарить оружие, должен получить соответствующую лицензию, то есть на данный вид оружия, после чего вы обращаетесь в подразделение лицензионно-разрешительной работы, поставляете соответствующее заявление, что вы хотите. А правовые гражданские отношения, то есть дарение, не исключено, только после оформления. То есть передача оружия будет осуществлена после того, как будет вписано в его лицензию данное оружие. Эдуард Ансарович, а какие существуют меры наказания за незаконное хранение, ношение оружия без лицензии или разрешения? Наказаний много в плане как наказание существует как и административное, так и уголовное. Уголовное – это статья 222, это основная, которая предусматривает наказание за незаконный оборот оружия. И в административном кодексе у нас есть статьи, которые предусматривают наказание за незаконное хранение оружия. В частности, это статья 20.8, часть 6 административного кодекса. Эдуард Ансарович, спасибо за то, что нашли время принять участие в нашей программе и до новых встреч. До свидания. Делегация из Карачаева-Черкесии во главе с министром сельского хозяйства Республики Анзором Баташевым приняла участие в открытии фестиваля «Вкусы России» в Москве. Карачаева-Черкесия представила оригинальный бренд мясо овец карачаевской породы и продукты ее переработки, а также другие продукты питания, произведенные на территории Республики по старинным рецептам народов. Экологически чистую, качественную и свежую продукцию на площадке фестиваля представила индивидуальный предприниматель, глава крестьянского фермерского хозяйства Батырби Голаев. Приятной частью фестиваля стали многочисленные поздравления в адрес Карачаева-Черкесии в честь 100-летия образования региона. В рамках празднования 100-летнего юбилея Карачаева-Черкесии на площадке ВДНХ в Москве прошел концерт с участием артистов нашей Республики. Своё мастерство жителям и гостям столицы подарили ансамбли «Минитал» и «Адиюх» и солисты Республиканской филармонии. Фестиваль «Дружба народов» собрал представителей разных национальностей из регионов России. Каждый коллектив показал свой колорит, свою культуру. Яркие песни и танцы объединили людей, показали, что народы великой страны живут в мире и согласии на протяжении многих столетий. Очень приятно было представить Карачаево-Черкесскую республику на такой массовой площадке. Здесь были представлены не только субъекты Российской Федерации, но и страны ближнего зарубежья. Сегодня я презентовал туристический потенциал региона, как и летние виды туризма, как культурно-познавательный туризм, так и зимние виды туризма. И пригласил гостей посетить нашу Карачаево-Черкесскую республику. Мои впечатления очень даже, я не могу даже это передать эмоциями, так как ансамбль «Минитал» я идил, по-моему, здесь первый раз. Но «Минитал» это однозначно первый раз сегодня в таком фестивале. Как говорится, с кораблям на бал. «Минитал» буквально недавно участвовал в фестивале, в Северокавказском фестивале, в Махачкале, и в Международном фестивале, в Горцию, тоже в Махачкале. Ну, приехали домой, отдохнули буквально два дня и пригласили вот на этот прекрасный фестиваль «Дружба народов». Как дети восприняли возможность приехать сюда? Они восприняли на ура. Просто, как говорится, нет предела радости. Для детей это первое выступление, такое масштабное, именно в городе Москве. Конечно, и волнительно. Кроме Москвы у нас, конечно, другие мероприятия есть. Репетируем, конечно. Все регионы, чтобы были всегда сплоченными, чтобы дружили, конечно. Я испытываю, несомненно, огромную гордость за то, что именно я представляю свой народ. Мне очень приятно выступать на такой сцене. Я вижу, что здесь столько классных, красивых, талантливых артистов. И меня переполняют такие эмоции, что словами не описать. В июле 1957 года на базе редакции радиоинформации Черкесского городского узла связи был образован Карачаево-Черкесский комитет по радиовещанию. Сейчас сложно представить, что всего несколько творческих и технических сотрудников редакции радио имели тогда в своем распоряжении четыре кабинета в здании главпочтампа в Черкесске. О преобразованиях в жизни радио ГТРК «Карачаево-Черкесия» в материале «Заримы Кардановой». Канули в лету события 65-летней давности, когда первыми дикторами были сотрудники областных газет. Они писали и читали пока на трех языках – русском, черкесском и карачаевском, а через год зазвучали программы на абазинском и нагайском языках. Сегодняшнее здание дома радио начали строить в 1961 году, а новоселье справили лишь через три года. С той самой поры это здание стало своеобразным культурным центром Карачаево-Черкесской автономной области. Радио, конечно, это огромная часть нашей жизни. Раньше без радио вообще жизни я себе не представляла. Всех-всех работников радио, от оператора до журналистов, все, кто как-то связаны с радио, я хочу сегодня поздравить. За годы существования радио в Карачаево-Черкесии сменилось не одно поколение творческих и технических сотрудников дома радио. Среди них особое место занимает бывший председатель областного радиокомитета Джилимби Аджиев, который бессменно находился на этой должности почти 40 лет. Среди ветеранов радио такие известны имена Хасин Братов, Балуат Жазаев, Батыр Баисов, Галина Мамхягова, Мухаммед Охтов, Мусали Шаков, Медиха Шаманова и многие другие. Они своей работой писали историю Карачаево-Черкесии. На ультракоротких волнах мы вещали и нас слушали в каждом доме. С уходом в 2009-2010 годах кабельного радиовещания мы потеряли значительную часть своей аудитории. Разумеется, с тем процессом, который мы прошли вполне успешно, это выход на более высокие волны. Сейчас в Черкесске это 91,2 FM. Теперь радиослушатели нас могут слушать где угодно, в Карачаево-Черкесии. И это действительно очень важная задача, которую мы выполнили. За это нужно сказать большое спасибо нашему директору Светлане Заору Никазиеву, потому что мы сделали эту работу, и действительно результат этой работы виден. Люди нас слышат. Многие годы техническую подготовку выхода передач всех редакций радио осуществляли настоящие мастера своего дела. Галина Гиль, Моэд Харатоков, Али Капов. Вот уже более 30 лет здесь трудится радиоинженер Хамед Туков. Целая эпоха связана и с именами блистательных дикторов. Вера Тупчевой, Любови Балуровой, Дины Гагиевой, Люци Кумуковой, Тизады Тутовой, Марианны Капсергеновой. Это те люди, которые также навсегда вписали свои имена в историю ГТРК Карачаева-Черкесии. Среди них бывший диктор радио Мухамед Гутикулов, который проходил стажировку в Москве у самого Юрия Левитана. Школа великолепная была. Риторику, логическое чтение, технику речи. Они на высочайшем уровне проводили. Они оставили в моей жизни неизгладимый след. Сегодня Республиканское радио является составной частью государственной телерадиовещательной компании Карачаева-Черкесии. Пять редакций радио ежедневно рассказывают на пяти основных языках народов Карачаева-Черкесии о событиях в стране и родного края. И как 65 лет тому назад по радио звучит «Говорит Черкесск» в эфире радио Карачаева-Черкесии. Зарема Карданова, Расул Бердив, Вести, Карачаева-Черкесии. Время отдыхать в Карачаево-Черкесии. С ледорубом в руках штурмовать литники, лицезреть древний храм Алании, встретить рассвет на плато Бермамы с видом на двуглавый Эльбрус, полакомиться сочным хачином и насладиться неповторимым вкусом айрана или отведать настоянного на высокогорных травах душистого чая. Весьма насыщенную программу может предложить туристам наш регион. Здесь люди живут в непосредственной близости к естественной природе. Это место, где можно увидеть размеренное течение жизни и познакомиться с вековыми традициями народов. На одном из курортов республики побывала Алла Качиева. Карачаево-Черкесию, пожалуй, можно назвать самым туристическим регионом Кавказа со стажем. Известные курорты республики славятся своим расположением среди первозданной природы, где высокогорный мягкий климат и чистый воздух создают прекрасные условия для отличного отдыха. Медовые водопады – одно из излюбленных мест туристов. Курорт достаточно молодой, ему 25 лет, но успел уже стать довольно популярным. Очень даже. А что особенно? Да ну, горы. Родился в горах, поэтому, естественно, горы мне нравятся. Тут очень красиво. А еще? А еще тут очень прикольно. Да все, свежий воздух, атмосфера, люди. А мне поющий фонтан. Ну и природа, куда же. Очень красиво. Красотой, чистым воздухом, гостеприимством народа. Это просто какое-то чудо, что природа создает такие места, где человек чувствует себя просто божьей коровкой. Очень вкусно, очень хорошо готовите. А что еще вам нравится здесь? Не все, что капказская кухня, вся любая кухня, все нравится. Туркомплекс «Медовые водопады» сегодня активно развивается и предлагает гостям большой выбор развлечений. Ну, туристы вообще предпочитают, на мой взгляд, там больше отдых на природе, так называемый экологический туризм, активный туризм. Последние 2-3 года вот почему-то немножко они взяли в этот. Я так думаю, что все-таки произошло понимание, может, из-за этих каких-то болезней, коронавирусов в частности, что ценности немножко, по-моему, в умах немножко произошло переоценка, и люди хотят на природе там. Вот мы занимаемся активным отдыхом, в частности, да, там у нас конные туры, вот Зеплайн есть, Виа, Феррата, или просто вот там, вот эта речка называется Аликоновка, вот здесь рыбалка на фореле. И вот люди приезжают с Москвы, вот сейчас у нас есть отдыхающие, со Смоленска, да, с Хантамасийска есть. Регионы, которые раньше никогда, ну, не то, что никогда, но не приезжали в наши регионы. В этом году на 20-30 процентов увеличился туристический поток, рассказывает Мусаб Аташев. К тому же, властями республики к природно-рекреационному объекту проложена хорошая комфортная дорога. А на самом курорте желающие могут как насладиться природой, водопадами в частности, отведать блюда национальной кухни, а также поближе познакомиться с историей и культурой Карачаевского и других народов республики. Словом, обогатиться как духовно, так и физически. Алла Качиева, Олег Малкожев, Вести Карачева, Черкесия, Малокарачаевский район. Федеральная служба судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития связей и массовых коммуникаций запустили новый сервис «Ход снятия ограничения выезда из России» на портале Госуслуг. Сервис позволит гражданам-должникам с помощью нового информера мгновенно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отобразятся на главной странице личного кабинета. На портале Госуслуг возможно не только узнать об имеющихся задолженностях и ограничениях, но и принять меры по погашению долга, поскольку возможность выезда за границу зависит от исполнения судебных решений. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи! С 18 июня по 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун», посвященный 100-летию Юрия Никулина. 2, 96, 58. А теперь я на репляс. Умею и хочу учиться. Поэтому с 10 класса я в университете. Работаю с настоящими учеными. Заканчиваю школу нового типа в ИВСКФУ и собираюсь стать студентом. Стать студентом. И хочу стать студентом. Прием в школу нового типа в самом разгаре. В Карачаево-Черкесском онкологическом диспансере состоит на учете 330 жителей региона больных колоректальным раком. Коварство рака в том, что поначалу опухоль в толстой или прямой кишке у большинства людей не вызывает никаких симптомов. Выявление колоректального рака на начальных стадиях существенно облегчает лечение, сохраняет жизнь и здоровье. Для людей старше 40 лет в программу диспансеризации включены специальные методы исследования, которые выявляют рак на ранней стадии, а также полипы, являющиеся предраковым заболеванием. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33, обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru. Продолжение следует...